Друзья мои, еще раз добрый вечер! У нас сегодня еще один прямой эфир. Этот эфир я ждала очень давно, потому что слежу активно за YouTube-каналом Евгения Черника, и для меня большая честь, что сегодня Евгений выходит с нами в прямой эфир из Майами, из Америки. У Евгения сейчас утро, у нас вечер, 21.00. Готовьте, друзья, свои вопросы. За самый интересный вопрос я дарю свой спортивный костюм. Для мужчины мужской костюм, для женщины женский костюм. Поэтому приготовьте свои интересные вопросы, я подключу вас ближе к концу нашего эфира. Поэтому, друзья, у меня у самой очень много вопросов накопилось. Евгений, ждем вас в прямом эфире. Евгений, добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Мне очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Динара Саджан. Я журналист, блогер, где-то ваша коллега. Но у меня не так много подписчиков в YouTube. Я вот только начала активно заниматься YouTube. Но я всегда ставлю, включаю ваше интервью, крашусь, убираю, что-то делаю, всегда вас слушаю. И вот мне хочется задать вам вопрос. Я дошла до самого первого вашего видео. И вот оно, ваше первое видео, у нас посмотрели 60 тысяч человек. То есть это не так много, да? Но за три года вы создали такую махину, big money. И вот каждое ваше видео набирает миллионы просмотров. Вам не отказывают в интервью топовые спикеры. Почему вы вообще решили стать видеоблогером? Потому что вы успешный бизнесмен, могли бы жить дальше, руководить своим бизнесом. Почему вы решили стать блогером? Не было никакой стратегии у меня в этом плане. Это потом уже, когда проект приобрел такое очень серьезное звучание, заговорили все о личном бренде. Да, и что для бизнесмена личный бренд очень важен, что это очень хорошо влияет на его социализацию, на его восприятие, на восприятие его брендов, на восприятие его компаний. Но это все было потом, потому что, как вы знаете, у нас все прогнозисты очень любят обсуждать успешные кейсы. Никто не может сказать, как их сделать, но все любят обсуждать успешные кейсы, разбирать. Потому что они уже успешные. И тут по факту понятно, что процесс состоялся, его результат хороший. Давайте его поэтому разбирать в этом плане, насколько он позитивен. Так вот, в моем случае не было никакой стратегии. И это было задумано как нишевый продукт, потому что, когда я посмотрел в Ютьюбе, что смотрят, собственно, контент, что смотрят пользователи, то понял, что проектов о бизнесе практически нет. Откровенных проектов о бизнесе практически нет. А раз их нет, то нужно быть в формате максимальной открытости и честности, чтобы два предпринимателя сели друг напротив друга, и честно поговорили о бизнесе. Честно поговорили. Это потом добавились уже вопросы о воспитании детей, потому что для всех успешных людей это очень важно. Это потом уже добавились вопросы о стратегиях, это потом добавились вопросы путь или результат. А до этого это был фактически такой честный разговор двух предпринимателей о бизнесе. Первое интервью набрало очень много. Я был крайне удивлен, потому что у меня нет никакого профессионального образования журналистского. Мы даже не гримируемся принципиально перед эфиром. Вы как тележурналист меня поймете. То есть грим не приветствуется. Ну потому что нас должны видеть такие, какие мы есть. Чтобы людям или захотелось заниматься бизнесом, и они кого-то выбрали для себя ролевой моделью и начали у него учиться. Либо чтобы не захотели этого делать, что тоже будет результатом передачи. И проект полетел. Из него потом вышел уже Big Money Университет, потом уже появились запросы огромные, которые меня тоже, кстати, серьезно удивили, на форумы. 17 числа в Казахстане как раз будет такой форум. И это там уже достаточно большое комьюнити уже создалось. И там уже, по-моему, более 700 тысяч подписчиков. В формате сейчас Big Money ничего менять не буду. Торопиться за миллионом не буду. Буду делать все честно, медленно, но вперед мы движемся. Никакой попсы масс-маркета на канале не будет. Мы будем продолжать честно говорить о бизнесе и о бизнес-маркете. Вот выбирая героя, вы все-таки рассчитываете, вы думаете так, что вот этот герой у меня наберет миллионы просмотров, я запишу с ним интервью. А этот, наверное, вряд ли, поэтому, несмотря на то, что он мне интересен, я с ним записывать не буду. Вы слишком глубоко копаете в этом вопросе. Все гораздо проще в случае с бизнесменом. Бизнесмены ничего не делают без выгоды. Это очевидно. И, конечно, в первую очередь я бизнесмен. Конечно же, я никакой не блогер, я бизнесмен. И, соответственно, я в первую очередь учусь у своих героев. У кого-то учусь характеру, у кого-то учусь стратегии, у кого-то учусь дожимать все до последнего миллиметра, у кого-то учусь правильно относиться к сложностям, у кого-то учусь аналитики, математической модели. Я смотрю взглядом своей аудитории на то, будет ли интересен ей этот бизнес-кейс, в первую очередь. И вы знаете, есть примеры, когда небольшой бизнесмен, как мне казалось, не очень интересным кейсом, но в то же время отраслевым кейсом набирал миллионы просмотров. Такие примеры есть. Есть, например, примеры, в которых я предполагал, что хорошее очень сообщение, хороший разговор, правильный, глубокий, который не набирал нужное количество просмотров. Я с уважением отношусь к своей аудитории и считаю, что если программа получилась, то она всегда найдет отклик. Но, и с другой стороны, оставляю за собой право не соответствовать ожиданиям аудитории и все-таки говорить о том, что у меня тоже есть в том числе собственный взгляд. Посмотрите моим взглядом, если он кому-то подходит. Поэтому нет никакого контент-плана. Больше того, у программы нет редакции. У меня нет никаких помощников. В компании, которая занимается Big Money, один человек. Один человек. Понятно, что оператора мы во всем мире берем на подряд, те, которые есть под рукой, потому что такая эстетика и картинка для нас не очень важна, потому что все-таки мы контентный такой проект, в котором важно, что отвечает человек на бизнесмен, на поставленные вопросы. На монтаже вы сидите сами? Нет монтажа, я нигде не сижу. Я вижу передачу уже на канале. Отлично. Я вас не разочаровал, все нормально, но я могу придумать какую-нибудь невероятно красивую историю, но по факту я говорю все как есть, я за честность. Пусть лучше помните, нас ненавидят за то, кто мы есть, чем любят, за то, кем мы не являемся. Проект максимально честный, открытый, с одним человеком. Я выпуск вижу уже на канале. Но вот я заметила, что у вас Маргуланс и Симбаев раскрываются именно с вами. Понимаете, у меня есть преимущества. Я один из них. Я один из них. Я так получилось, что я единственный Forbes среди блогеров и единственный блогер среди Forbes. То есть я могу ставить прямые вопросы. Я живу в этой же повестке дня. Я глубоко понимаю мотивацию этих людей. Я понимаю, что такое обладать большими ресурсами. Я понимаю соблазны, которые есть. Я понимаю риски, которые есть у каждого предпринимателя. И поэтому я задаю вопросы, глядя в глаза. А людям, которые приходят на передачу, им тяжело на эти вопросы не ответить. Я, знаете, есть передачи разные, но нет ни одной передачи, ни одного гостя, который бы меня чему-то не научил. Я сейчас был в Нур-Султане и в Алма-Ате. И у меня там была серия интервью. Я не могу пока открывать с кем. Они в ближайшее время выйдут на канале. Но вот, знаете, глубина подхода, аналитики, глубина видения, миссии компании, те, что я услышал в этот раз в Казахстане, у людей из списка Forbes, так получилось, что будет пять подряд интервью с участниками списка Forbes казахских. Они меня вот в хорошем смысле поразили. Я считаю, что такая культура бизнеса и ландшафт бизнеса, в котором развиваются сейчас бизнес, и бизнесмены Казахстана, они на очень хорошем уровне. И я многому научился. Я после каждой передачи записываю то, что мне нужно имплементировать в свою компанию. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что я журналист, и тоже каждый день беру интервью. И вообще микрофон – это такой доступ к человеку. И вы можете спросить его о чем, то, что вас интересует. Вот я назвала темой эфира «Что объединяет успешных людей?». Вы сами сказали, что вы, можно сказать, единственный или один из немногих блогеров, кто из Forbes, да, и вот вы общаетесь с этими людьми, у вас постоянно с ними интервью, такой нетворкинг. Вот что их объединяет? То есть какое качество, вот прямо вы видите у каждого? Вот что это? Гибкость? Это какие-то коммуникационные навыки? Что это? Это главный вопрос проекта, на самом деле. А что объединяет успешных людей? Это главный вопрос проекта. И хочу вам сказать, что больше 150 уже интервью снято, и я могу уже сделать экспертный вывод. То есть у меня есть референтный, могу понять, что этих людей объединяет, как мне кажется, три вещи. Это уже вывод. Первое, они никогда не останавливаются. Никогда. Их не может остановить. Ничего не может воспрепятствовать им в их пути, в их движении к их цели. Вот ничего. Кроме, ну, моральных, очевидно, вещей каких-то, да. Вот движение вперед. Второе. Всех успешных людей объединяет будущее. Они все живут взглядом вперед. Они все размышляют стратегиями 1, 2, 3, 5, 10 лет, где будут они, где будут их компании, где будут их бренды, где будут их потребители. То есть они все успешные, их объединяет в будущее. И третье. Совершенно удивительное, поражающее даже меня, надеюсь, я этим обладаю в полной степени. Но то, что я наблюдаю у них, это вот эта совокупность характера мощного и наличие софт-скиллов. То есть где-то невероятная гибкость, а где-то такая железная настойчивость. И вот эта комбинация, у кого в ком-то этот коктейль в одной пропорции, в ком-то в другой. Но в целом, если брать то, что пронизывает их подход к жизни, их взгляд, их культуру, я бы сказал, принятия решений, это наличие постоянно совершенствующегося компонентного соединения силы и софт-скиллов, и мягких навыков. И вы знаете, что я чувствую, что сейчас большое количество предпринимателей меняется в сторону все-таки софт-скиллов. То есть сейчас они больше востребованы. То есть сейчас, наверное, уходят в прошлое те предприниматели, которые благодаря только силе характера получили вот эти огромные ресурсы, о которых они рассказывают. Потому что каждый из них же наделен большой властью и ответственностью. Дело предпринимателя рисковать, и они рискуют каждый день. Они рискуют собственной репутацией, они, пользуясь терминологией Насима Талеба, рискуют собственной шкурой. Они поставили на карту все, на них заведены люди, которые делегировали им частично ответственность за свою жизнь. Это люди, которые у них работают, которые сказали, мы тебе верим, мы идем с тобой, ты несешь за нас ответственность. Мы отдадим тебе лучшее, что у нас есть, но с твоей стороны ты должен быть лучше нас, умнее нас, быстрее нас, характернее нас, креативнее нас. И тогда мы тебе поверим, и ты будешь лидером. Вот, пожалуй, три вещи, которые объединяют. И на самом деле для меня это главный вывод из этого проекта. Я думаю, что это сейчас нужно применять всем, кто хочет быть успешным. А у всех этих успешных людей есть наставники, учителя? То есть какая-то ролевая модель, человек, который повлиял на них? Каждый человек, в каждой передаче. Вот очень точный вопрос вы сейчас задали. Не стесняясь говорить о своих учителях. Мне кажется, один из главных признаков успешного человека – это честно говорить о тех людях, которые тебя научили, и благодаря кому ты стал успешным. Конечно, очень часто это родители, они об этом говорят. И, конечно, очень часто это какие-то книги, это какие-то герои из книг, это какие-то успешные предприниматели, которые сейчас есть в мире. Сейчас наблюдаю тенденцию, проект уже три года, я сейчас наблюдаю, он тоже находится в трансформации. Фактически ежедневно, от передачи к передаче. Что-то меняю я в подходе, что-то меняются как-то люди, которые приходят на передачу. Так вот, сейчас есть такой разворот, коррекция из взгляда предпринимателей заокеанских, с их группой крови, их подходом, их ментальностью, бизнес-ментальностью. Разворачивается сейчас очень сильный интерес в сторону предпринимателей, которые в нашей части мира, в наших экономиках, прямо сейчас имеют мотивации, стратегии, решения, протоколы, повестку дня, которая позволяет им быть успешными. Вот я прямо чувствую вот этот разворот. Да, круто, Илон Маск, ролевая модель, наверное, для всего мира. Ричард Брэнсон, это очень круто, еще много предпринимателей, но они там. А сейчас есть очень серьезная коррекция, когда аудитории, мне и самим участникам передачи хочется понять, а в чем успешны местные предприниматели, как они добились тут успеха. И вот я сейчас корректирую в этом смысле такую идеологию передач, чтобы люди учились у тех, до кого можно дотянуться рукой. В этом смысл как раз вот этих форумов, где основной задачей фактически вот этих обучающих форумов, один из которых пройдет в Алмаке, это как раз задача, где сакрализовать крупный бизнес. Вот на этом форуме будет четыре участника списка форумов в Казахстане. Четыре. Это люди, они мультимиллиардеры. И главная задача, где сакрализовать большие деньги. Нужно прекратить думать, что это какие-то особенные люди. Нужно прекратить, уверен, думать, что это они сделали что-то невозможное, что они где-то в стартосфере и до них не дотянуться. Вот они рядом, на расстоянии вытянутой руки, ты можешь им задать вопрос. Потому что у человека же рамки, человек не может даже выехать из своего маленького города в столицу, чтобы открыть там бизнес. Условно, все равно у людей, кто рос в советское время, есть рамки. Их нет. А вот как их убрать? В том числе, как один из сценариев развития событий, это смотреть на людей, которые стали успешными. Вот этот человек тут, в нем нет ничего необычного. Да, он более настойчивый, чем другие. Да, наверное, он больше воспринимает учителей и слышит информацию. Но так это же и есть процесс обучения. Но одно дело, когда ты обучаешься у инфобизнесмена, что тоже нормально, я нормально к этому отношусь. Или второе дело, когда ты обучаешься в университете, таким больше теоретическим знанием. И это отлично. У каждого человека свой движок в знаниях. Но тут как раз очень важен вот этот набор операционной мудрости. И самое главное, психологические барьеры снимаются после того, как час, может быть, полтора человек при тебе говорит, вот как я создавал компанию, вот что я делаю сейчас, вот сколько я трачу на маркетинг, вот как я формирую команду, вот как я планирую свое время, вот как выглядит распорядок моего дня. Любой человек в зале видит, что нет ничего сакрального. И это удивляет обычно. Вот после таких форумов руки, крылья расправляются, хочется создавать, но потом человека надолго не хватает. Потом он снова возвращается в колею и продолжает жить как дальше. Это вопрос самомотивации. То есть человек – это самомотивирующая биологическая машина, управляемая памятью предыдущих состояний. То есть если человек ловит и запоминает это состояние предприниматель, состояние вот этой одухотворенности и выросших крыльев, если он может его воссоздавать самостоятельно, то дальше он может двигаться по самостоятельному сценарию. Если ему нужна подпитка, потому что я, например, меня спрашивают, вот вы мотивируете многих, а вы где мотивируетесь? Ну, конечно, я посещаю семинары, конечно, я читаю книги. Конечно, у меня есть там любимые спикеры, которых я могу слушать очень много и очень часто. И если у меня есть доступ, я могу присутствовать на семинаре физически, если нет, то я смотрю в YouTube, потому что сейчас нет знаний и нет предпринимателей, которых нет в YouTube. Поэтому, ну, это, знаете, все-таки главная задача снятия ментального барьера, что ты не можешь заниматься бизнесом. Ты можешь заниматься бизнесом, ты им должен заниматься. Ты просто должен делать, если у тебя есть набор навыков, знаний, характера, ты должен делать свою экономику. Сильнее, потому что даже... Все хорошее в этом мире создали предприниматели, которые хотели заработать на этом. Все хорошее. Любой процесс возьмите, любой гад. Мы с вами говорим по смартфону, это создали предприниматель, Стив Джобс, который хотел на этом заработать. Мы с вами, там, нашу связь обеспечит интернет, это был предприниматель, который хотел на этом заработать. Мы с вами, да что угодно возьмите, За всем стоит предпринимательская энергия, сила, сила мыслей, сила характера, сила достижений. Американцы или китайцы? Как вы думаете, в чем их уникальность? Почему Америка и Китай создают всегда что-то такое уникальное, что-то крутое? Я тут с вами не соглашусь. Я думаю, что предпринимательский талант ровным слоем распределен по миру. И думаю, что есть страны, которые находятся на низком старте сейчас, в смысле предпринимательской энергии. И дело предпринимателя создавать рабочие места, платить налоги, чтобы сделать свою экономику сильной. И самое главное создавать продукты и услугу, которая будет востребована во всем мире. То есть как только ты создал классный продукт, то ты его начинаешь экспортировать, ты делаешь масштаб ему и начинаешь ввозить валюту в свою экономику. Это очевидно. То есть чем больше продуктов мирового уровня, тем сильнее экономика. Дело, мы все как предприниматели в том числе имеем взаимоотношения с регуляторами местными. Дело регулятора не мешать. Я вот сейчас в Америке, вы знаете, что Америка сильна именно тем, что фактически она сама не создала ни одного продукта. Америка не создала ни одного продукта. Она сделала возможным не мешать предпринимателям. А предприниматели сделали уже все великие изобретения, услуги, вещи, которые мы знаем, и с которыми потом стала ассоциироваться Америка. То есть фактически, как только в любом рынке местный регулятор перестает мешать предпринимателям, предприниматели мгновенно делают эту страну максимально конкурентоспособной. Но и с другой стороны, нельзя, я не сторонник того, чтобы бесконечно рассказывать о том, что кто-то кому-то в чем-то помешал. А для этого мы говорим, вот предприниматели, которые прямо сейчас в вашей стране успешны, создают рабочие места, создают продукты, выходят на внешние рынки. Вот они прямо сейчас. Значит, то, что вам кто-то мешает, это стереотип. И вот как раз об этом мой проект, и как раз об этом форумы, на которых происходит нетворкинг, где люди знакомятся, где люди представляют свои продукты, и где самое главное, снимаются ментальные барьеры, когда, насколько бы ты успешным не был, все равно будет кто-то успешнее тебя. Научись у него, пусть у тебя вырастут крылья, и ты потом сделаешь свою экономику сильнее, создашь какой-то продукт, заплатишь налоги и создашь рабочие места. Ну вот в Америке радуются членому успеху. У нас в Казахстане, ну так как многие бизнесмены, в том числе и те, кто в Форбсе, связаны с государством, многие сомневаются всегда в том, что это такой честный труд. Поэтому не всегда бизнесменов, скажем, вот я знаю бизнесменов, которые действительно очень много работали для того, чтобы достичь того, что у них есть сегодня. Но то, что они работают с государством, государству тоже нужны хорошие подрядчики. И отсюда есть какое-то недоверие у народа. Вот что этим бизнесменам нужно делать, чтобы их боготворили, как в Америке? А скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что это такой стереотип у вас, что в Америке боготворят богатых людей? Откуда? В Америке вся идеология, фильмы, американская мечта. Ты был никем, стал кем-то, и все, ты супер, ты крут, давайте у него учиться. Вы знаете, я думаю, что запрос, например, сейчас в Казахстане на обучение успешных людей гораздо выше, чем в Америке. Это то, что я чувствую. Я, знаете почему? Потому что тут, в Америке сейчас, она уже прошла определенный цикл развития. И я все-таки думаю, что это стереотип, что вот тут прямо в Америке востребованы предприниматели, а в Казахстане никто не хочет с ними разговаривать, и все их считают нечестными людьми, что они заработали деньги на подрядах. Смотрите, два варианта есть. Энергия, форма конечная очень. Можно бесконечно долго обсуждать, как кто-то неправильно заработал свой первый миллион. А можно в это время зарабатывать свой. Каждый человек выбирает для себя... Каждый человек выбирает для себя, куда он движется. И еще такой пример... А вы знаете, например, что МАСК, которым лично я восхищаюсь как предпринимателем, что это как раз пример государственно-частного партнерства, что большое количество наработок, технических креативов, инженерных креативов, денег, финансирования, других ресурсов, которых мы, может быть, не видим. Это государственная программа в Америке. Государственная. Я догадывалась. Мне кажется, Джек Ма тоже получает поддержку от государства, потому что развивать такую огромную компанию, наверное, нужны... Ну, какая-то государственная помощь должна быть. Так а в чем тогда разница с бизнесменами из Казахстана? Просто к тому, что я хочу тоже, чтобы поменялось это мышление, чтобы люди не обсуждали и не ждали провала, да, а наоборот поддерживали. Вот у вас в жизни какой был самый большой провал в бизнесе, когда вы все потеряли и заново себя собрали? Я, к счастью, не терял все, но я был близок к этому. Любой предприниматель существует в стратегии кассового разрыва. То есть мы всегда рискуем. Это наша профессия предпринимательская. И мы живем в практике, да, в повестке дня кассового разрыва. И мы все время фактически в таком управляемом заносе. То есть великой компанию делают цели. То есть если у тебя небольшая компания, ты хочешь стать великим, ты приходишь, собираешь свой коллектив, это два человека, 22 или 22 тысячи, и говоришь, я хочу стать мировым лидером. Если у тебя под это сообщение нет ресурсов, то это галлюцинации. Люди тебе второй раз не поверят. Но если ты говоришь, что чтобы стать мировым лидером или лидером рынка, страны, нам нужно, например, 4 года, и вот я расписал план, и вот мои ресурсы, интеллектуальные, личностные, экспертные, командные, побежали со мной, это интересно, здорово, обещаю, что будет очень круто, интересно, увлекательно, ты становишься лидером компании, которая имеет большую цель. Но очень часто происходит ситуация, при которой ты попадаешь в преддефолтное состояние. Так было, есть и будет. Потому что боль ты будешь испытывать всегда. То ли боль от крепатуры после тренировки, то ли боль от поражения. Каждый выбирает, какую боль он будет испытывать. Если мы движемся вперед на максимальных скоростях, большие скорости еще никого никогда не травмировали. Травмирует внезапная остановка. Так вот, когда ты двигаешься максимально быстро, если ты что-то не просчитал, то возможен вариант технического дефолта. У меня была такая ситуация в 2008 году. Мы в июле получили на счет 100 миллионов, 104 миллиона долларов от большого системообразующего мирового банка в валюте, а в августе 2008-го произошел кризис. И мы остались фактически с валютным риском, с большой суммой, которую мы не то что не могли выплачивать, мы не могли ее обслуживать. То есть мы уже не говорили о теле долга, мы говорили хотя бы о проценте. У нас обеда к долгу составляла 1, по-моему, к 18. То есть это абсолютно критическая нагрузка. И в Лондоне были переговоры, было достаточно сложно, я прилетел на эти переговоры и взял с собой такой декоративный ключ от предприятия и сказал, что когда зашел на переговоры, сидело 8 человек, я специально приехал один, без команды. Я сказал, я лично отвечаю, потому что когда выигрываешь, выигрывает команда. Когда проигрываешь, виноват ты, как ее лидер. Поэтому я тут один. Вот ключ от предприятия. Если вы сможете управлять лучше, чем я, пожалуйста, управляйте, если вы собираетесь объявить дефолт. А если хотите послушать мою стратегию, то я знаю, как оптимизироваться, я знаю, как ускориться, я знаю, как поменять структуру управления, потому что тот формат, в котором существует сейчас предприятие, нежизнеспособен. Новые нас окружают, новые вводные. Я знаю, у меня есть протокол, как за год выйти на юнит-экономику, которая устроит всех, как погасить кредит. Вначале начали его обслуживать досрочно. Но мне нужна реструктуризация. Пять часов я рассказывал стратегии, отвечал на вопросы. В результате мы договорились. Я получил реструктуризацию на два года. Выплатил я кредит раньше, за год и восемь месяцев. А когда мы договорились и подписали финальный термшит с ними по взаимоотношениям, то я, выйдя из этого офиса, в коридоре перед этим офисом увидел четыре своих конкурента. Из них трое обанкротились после этой встречи. Поэтому, когда вы спрашиваете, у каждого ли предпринимателя в жизни это было, уверен у каждого и уверен не один раз. И у меня это было не один раз. Так вот, как раз сила предпринимателя, сила характера состоит в том, чтобы иметь такую цель, которая даст возможность преодолеть любые преграды на своем пути. И человек, который находится на горе, он туда не с неба упал, он медленно шел вверх. Вот так нужно относиться к этим предпринимателям. Они не идеальны. Они не идеальны. У них есть недостатки, у них есть разочарования, у них есть ошибки, у них есть, возможно, когда-то там на основании того, что очень высокие скорости и бывает, и поведение не всем нравится. Но, тем не менее, это люди, которые каждый день, каждый день руководят большими коллективами, берут на себя ответственность. Победителей не судят? Судят. Вдвойне строго. Евгения, ну вот когда у вас происходят в жизни такие моменты, когда вот кризис или что-то на грани, ну все равно вы человек, у вас все равно какое-то чувство тревоги, страха, что-то происходит. Что вы в этот момент делаете? Я бегу кросс. И затем? Если не отпустила, бегу его чуть больше, чем обычно. Я даю физическую нагрузку организму, потому что, вы знаете, я достаточно, наш главный ресурс, это мы сами, очевидно. И я себя достаточно хорошо изучил, и сейчас уже понимаю, какие навыки мне нужно культивировать себе, и как бороться с тревогой. Это очень важно, чтобы каждый человек понял свои задачи, когда наступает вот такое событие, чтобы он точно понимал, что делать. Я уже точно понимаю, что делать, и это уже опыт. То есть сейчас я точно знаю, как привести себя в ресурсное состояние. Я знаю места, например, в мире, где мне приходят самые крутые идеи. Я их изучил, потому что у меня есть опыт экспертный, понимание себя, где я максимально эффективен, где я максимально в ресурсе нахожусь. И у меня есть определенный график мой, в котором я движусь, чтобы постоянно находиться в тонусе максимальном, и понимаю, что будет, если произойдет какой-то определенный стресс, а предпринимательская жизнь – это череда стрессов, что мне нужно в этот момент делать. И самое главное, чего делать не стоит, потому что сейчас побеждают не те, кто знает, что делает. Знаниями за бит Ютуб, Инстаграм. То есть нет знаний, которых нет в сети. Сейчас побеждают те, кто точно знает, чего не делать. Вот я в какой-то момент сейчас определился, что я точно понимаю, чего мне, моей компании делать точно не нужно. И это, кстати, тоже серьезный очень вывод из Big Money проекта, именно общения с предпринимателями, что они все точно уверены, чего делать не нужно. Вот знают. Вот знают. Интуитивно. Интуиция тоже очень важное качество для предпринимателя. Потому что наших знаний о бизнесе сейчас не хватает. Постпандемийный мир, он очень усложнился, ускорился. И знаний не всегда хватает. Нужно включать интуицию, как минимум, нужно внимательно ее слушать. Потому что интуиция – это что такое? Это неоформленное знание. То есть ты это знаешь, но не помнишь откуда и не понимаешь, почему такой вывод нужно сделать, но этот вывод рождается. Но вот интуиция, кстати, хорошо работает, когда не пьешь алкоголь. Вы согласны с этим? Ну, с учетом моей деятельности мне рассказывать об алкоголе, говорить, что это хорошее или плохое, я, в принципе, не готов. Я считаю, что алкоголь – это всего лишь такой ускоритель процессов. Он сам никак… Он сам не является процессом. То есть если у человека все хорошо, он его настроение сделает более хорошим. Если у него что-то плохо, у него существуют какие-то внутренние проблемы, то, соответственно, он ускорит и это состояние. Поэтому тут нужно просто правильно подходить к этому вопросу и соблюдать меру. То есть это вопрос дисциплины. Тут все есть яд и все есть лекарства. Вопрос меры. Парацель сказал, по-моему, в 16 веке. Это знаменитый фармацевт, такой родоначальник этой отрасли. Поэтому, ну, то, что касается меня, я давайте о личном один расскажу, о личном и больше к этой теме постараемся не возвращаться. Но я, например, достаточно много креативных, творческих вещей выдаю после бокала вина. Хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, я буду рассуждать потом. Сейчас мне это нравится, я нахожусь в хорошей спортивной форме, могу себе позволить раз в неделю выпить бокал вина. Почему-то все креативные решения или большинство из них приходит в этот момент. А вот ваши идеи рождаются в процессе обсуждения? То есть это круг друзей, это ваша семья или это какой-то мозговой штурм? Вот как рождаются идеи? Всегда говорю. Это вербализация мыслей. То есть есть определенные мысли. Понимаете, что какая-то крутая идея, она вот приходит в процессе, вот в этом потоке, да? Да, я тут же начинаю ее проговаривать. Я тут же начинаю ее проговаривать внутри своей семьи. Это первый тест. Я тут же начинаю ее проговаривать со своей командой. То есть я все время в этом смысле, насколько это возможно, вербализую вот эту вот креативность, которая там в какой-то момент состоялась. Я ее вербализую, чтобы зафиксировать. Потом я записываю, расписываю ресурсы, расписываю ответственных, расписываю тайминги. И дальше уже начинается фактически скучный процесс контроля. Ну, условно скучный, конечно, это и есть бизнес. Потому что идеями забит мир. Вы же знаете. А вот те, кто их будет реализовывать, ну, крайне сложно найти. Потому что, помните, да, один доллар тому, кто придумал, десять долларов тому, кто реализовал, тысячу долларов тому, кто продал. Десять тысяч долларов тому, кто нашел под эту команду. Вот так это распределяется. Но еще раз, это очень индивидуально. В моем случае это мгновенная вербализация и некая фиксация какого-то творческого плана, под который потом выделены ресурсы, и финансовые мотивации, бонусирование. И очень часто я, кстати, выделяю это не отдельным проектом, в смысле не в общих проектах, а назначается некая креативная группа, которая выделяется отдельно и движется по своей программе. В этом именно вопросе. Я считаю, что новый проект, это всегда энергия, это круто, это здорово. Когда он реализуется, потом отдают такое количество энергии, что это просто вот крылья вырастают. Всегда. Поэтому я за то, чтобы проекты, попробуйте, может быть. Еще раз, это очень индивидуально. Моя задача только сказать, как есть у меня. Возможно, это кому-то поможет. Попробуйте выделять отдельные проекты под отдельную креативную группу с отдельным ресурсом и с отдельной отчетностью. Мне кажется, это помогает проекту двигаться максимально быстро. Супер. Спасибо большое за идею, за советы. Самый главный ресурс, я думаю, для успешного человека – это его время. То есть к любому успешному человеку позвони. У него там... И поэтому я вас еще раз благодарю за то, что вы сегодня выделили нам час своего времени. Вот мне интересно, сколько стоит этот час? Вы имеете в виду прямую математическую модель? Да. Вот сколько? Потому что я знаю, что консультация, по-моему, у Тони Роббинса, там где-то около... Ну, такая вот эта ТЭД стоит около миллиона. Не знаю, правда или нет. Миллиона боюсь спросить чего? Тенге или... Доллара. Доллара. А скажите, а Тони Роббинс в Форбсе? То есть у него есть большая компания, которую он управляет? Нет? Ну, вот мне нравится его энергетика, его харизма. И если бы у меня был лишний миллиончик, я бы заплатила, чтобы с ним пообщаться. Потому что мне кажется, что он что-то дает, какие-то идеи, какое-то направление он может дать. Вот если бы я, условно, захотела купить вашу консультацию, вот сколько стоит ваш час? Я не думал об этом. Я был у Тони Роббинсона на семинаре в Роттердаме трехдневном. Мой вывод, что знаний он практически не дает глубокий, но он дает такую невероятную энергию, то есть это вот реально о мотивации. То есть это не о знаниях. Но вот то, что касается его энергии, вот этой вибрации, которая исходит, это, конечно, очень здорово и круто. Это, конечно, уникальный в этом смысле мировой продукт. Тони Роббинсон, инфобизнесмен, поскольку реального бизнеса у него нет, за исключением тех инвестиций, которые есть в его учениках акционерные. Не знаю, вы застали меня врасплох. Я не знаю, сколько стоит час времени. Ну, давайте так. Хорошо, можно купить у вас интервью на вашем YouTube-канале? Нет, это исключено. Заслужить можно, купить ни в коем случае нельзя, потому что тогда проект потеряет смысл. Этого нет и не будет никогда. Если это произойдет, то я закрою этот проект. Это первое. Второе. Значит, насколько это возможно. Это вообще не капитализированная такая инвестиция. Это такая социальная нагрузка. Я это так и воспринимаю. Давайте так. Рынок все расставляет на свои места. Мы можем сколько угодно, мы же все к себе немножко предвзято относимся. А рынок мгновенно расставляет любой продукт, он ставит его на место, потому что продукт стоит столько, сколько за него платит потребитель. В зависимости от ментальной корзины, где у потребителя находится этот бренд, или эта услуга, или этот продукт. Вот столько он за нее и платит. Сколько стоит час моего времени, мы сейчас определим с вами. Вы сколько мне заплатили за час моего времени? Я? Да. Я купила у вас билет на мастер-класс, который будет на BigMoney в сентябре в Нур-Султане. Сколько это стоило? 500 долларов, по-моему. Значит, мой час времени стоит 500 долларов? Угу. Отлично. Ну, это VIP-зона, друзья мои. VIP-зона. Я вот потом ошибочку сделала, мы там в чате с девчонками переписывались, когда групповые покупаешь, там скидочка, поэтому лучше зайти вот на страницу BigMoney и купить там, когда группой покупаешь, то дешевле, скидка хорошая. Извините, что я не как Тони Робинс продал вам его за миллион долларов, но еще раз повторюсь, сколько у меня будет хватать времени, я буду помогать предпринимателям делиться опытом, потому что я всерьез уверен, что любой успешный человек должен делиться опытом. Потому что это помогает на чужих ошибках учиться всегда дешевле, всегда эффективнее. То есть нужно честно говорить о своих ошибках, о своих достижениях, о своих мыслях, о своих стратегиях. Это очень важная социальная нагрузка. И меня очень на самом деле радует, что сейчас все предприниматели пошли на сцену. Они пошли, да, очевидно, им нужно социальное одобрение, социальное подтверждение, их значимость. Это тоже здорово, это мотивация для них. Но на самом деле очень важно, что эти люди не боятся больше перед аудиторией открыться. Вы понимаете, когда ты выходишь к большой аудитории, то ты должен быть максимально готов к тому, что ты должен быть откровенен. Ты уже время скучных презентаций прошло, ты должен выйти и честно отвечать на вопросы. Потому что от аудитории до тебя один метр. Ты рядом, ты в этом зале, ты с ними. Мы все предприниматели. И тебе будут задавать вопросы очень часто неудобные. И очень часто те, которые, возможно, ты бы и нигде бы или ушел от ответа, а перед аудиторией нельзя. Поэтому я этим предпринимателям благодарен за то, что они меняют культуру предпринимательства, рынков, где они находятся. Они меняют культуру. Это очень важно, и процесс набирает скорость. Я уверен, что очень скоро в Америке опыт, например, Казахстана будут изучать. Отлично. Евгений, я подключила наших подписчиков для того, чтобы у них тоже была возможность задать вам вопросы. И пока подписчики пишут свои вопросы, у меня еще несколько вопросов. Вот вы следите за своими цифрами в Инстаграм, в Ютубе, в Фейсбуке. Для вас это важно? Сколько просмотров? То есть вы на это тратите время, на эту аналитику? Раз в день я внимательно смотрю на то, сколько перепостов и сколько лайков. Очевидно, те, кто говорит, что это не так, они кокетничают. Очевидно. А возможно, намеренно обманывают. Конечно, любой человек, который находится в соцсетях, очевидно смотрит, насколько тема востребована, насколько она в топе, и насколько не утеряна ли адекватность, синдром приближающейся неактуальности, не наступил ли. Комментарии важны твоей аудитории. Это важно. И считаю, что если ты уже в соцсетях, то ты просто не имеешь права не отвечать на вопросы, которые тебе задают люди. Тут, знаете, мне кажется, простой вопрос. Если ты уважаешь свою аудиторию, то тебе это будет делать не тяжело. А если ты такой пластмассовый блогер, да, и такие тоже есть, за которых посты, например, пишут, или за которых отвечают в комментариях, что я считаю абсолютно таким неаморальным, но неправильно так делать, то, соответственно, для тебя это будет втякость. Нужно просто уважать свою аудиторию. Спрашивают, у кого учились в последний раз? Потому что вы же сказали, что вы тоже учитесь, да, ходите тоже на тренинги, кому-то ездите. Последний раз внимательно слушал семинар Владимира Тарасова. Рекомендую его книгу для героев. И я посмотрел встречу во Львове Михаила Фридмана с предпринимателем, это основатель Альфа-банка. Очень глубокое такое сообщение, очень такой серьезный управленческий сигнал, который ты слышишь и понимаешь, почему человек создал все бизнесы в разных индустриях и почему все они успешны. Спрашивают, какое будущее у криптовалюты? Вот вы инвестируете в биткоины? Какое? Этот вопрос, он очень общий. Давайте немножко попробуем его кастомизировать. Будущее у криптовалюты как резервной валюты, как у формы спекуляции, как у формы накопления, как у формы мены. Криптовалюта, безусловно, уже доказала свою состоятельность. Спекулировать на ней я не готов, потому что мне не хватает интеллекта. Но, тем не менее, по консервативному сценарию любого мирового банкира, деньги, которые, ну, пассивные деньги, которые у тебя есть, один процент у тебя просто должен быть в любой криптовалюте. То, что касается ее будущего, я предполагаю, что если цифровой тенге, цифровой юань, цифровой рубль, цифровой доллар, взяв протокол, вот этот известный блокчейн протокол у криптовалюты, создаст свою цифровую валюту, вот тогда посмотрим на место биткоина в будущем мире. Это будет уже в ближайшее время. В любом случае, если вы заходите в спекулятивные сделки по биткоину, то нужно быть максимально внимательным, нужно как минимум свое вернуть, то, что вы уже заработали, и потом играть уже фактически на выигранные деньги. Я спекуляция самая высокая, интеллектуально развитая часть бизнеса. Я к ней пока еще не готов. Но инвестиции в крипту у меня есть. Спасибо. Что делать, когда не понимаешь, как дальше развивать бизнес? Ну, это часто бывает, что вот бизнес есть, такая рутина ежедневная, зарабатываешь одну и ту же сумму, но не знаешь, как развиваться дальше. Что делать? Это называется ловушка среднего чека. Это на самом деле… То есть, помните, у меня проходят все депрессии, когда я вспоминаю, сколько я должен банкировать. Или там, хочешь замотивировать себя, возьми большой кредит, желательно в валюте. А вот когда компания, у которой структурированы доходы, выстроены взаимоотношения с банками, нет никакой критической финансовой загрузки, когда потребитель прогнозируем, когда понятен средний чек, это на самом деле самая большая угроза для предприятия, вот эта плата. Потому что что делать с проблемой, всем понятно, ее нужно решать, очевидно. Что делать с победой, тоже всем понятно, капитализируй иди дальше. А вот что делать с этим плату в бизнесе, это на этот вопрос каждый отвечает сам. Это вот в этот момент ты должен максимально понимать, что средний чек в 99% случаев превращается в мелкий чек, маленький чек, а не растет. Потому что в момент вызова ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а ты упадешь немедленно до уровня своих возможностей. Так вот, вот этот средний чек, когда ты находишься на уровне своих возможностей, как раз и каждый день бизнес тебе задает вопрос, ты не слаба, у тебя ничего, мотивация не утеряна, характер ты не потерял. И вот эта ловушка среднего чека, это для любой компании, для любой предпринимателя, вот мы сейчас в такой ситуации находимся, это такой, то ли это отправная платформа для старта максимального, то ли это следующий шаг, это регресс. Поэтому предприниматель, попавший в ловушку среднего чека, это я не говорю, что это плохо. Все предприниматели всегда попадают в эти ловушки, когда в компании все идеально, и ты как бы не знаешь, что дальше делать. Я думаю, что решений очень много, они и все не индивидуальны. Кто-то инвестирует, кто-то заходит в более рискованные операции, как криптовалюта, кто-то идет в недвижимость, и выкупает всю недвижимость, там, где ты арендуешь, понимаешь, что у тебя есть гарантированный арендатор, кто-то уходит в другой бизнес, кто-то складывает деньги для консервативных каких-то очень банковских операций, кто-то инвестирует в глючипсы, ну, то есть в голубой фишке, которая всегда там подвержена, сейчас биржи очень хорошо растут, инвесторский энтузиазм высок, я думаю, даже за всю историю не было такого инвесторского энтузиазма. Деньгами забит мир, мир забит. Я вам вот хочу сказать, что, например, я как инвестор экономики Казахстана имею там кредит под экспортную операцию в размере 4,1%. Невероятное. Ну, то есть тебе рынок говорит, если ты можешь что-то экспортировать, то вот тебе льготный кредит, мы тебе поможем. То есть это реальная такая серьезная поддержка инвесторов. То есть рынок ваш, он становится очень привлекательным для инвестиций. Я пока не могу точно сказать, так ли хорошо относится к внутреннему инвестору. Не знаю. Знаний пока мне не хватает, чтобы дать оценку. Но то, что ко внешнему инвестору очень такое правильное, мотивирующее отношение для инвестирования, это точно. Поэтому деньгами сейчас очень много денег в мире. Такого количества денег не было никогда. Таких столько, так дешево деньги никогда не стоили. А деньги должны двигаться, они оживляют экономику. Для нас, предпринимателей, сейчас супер время. Потому что деньги стоят очень недорого. Поэтому когда ты сейчас, если вы попадаете в ловушку среднего человека, когда у вас суперстабильная компания, с ней все хорошо, на фоне таких недорогих денег самый лучший прогноз – это расти с максимальной скоростью. это интересно и это добавляет драйва. И еще раз о личном. У меня был период, когда я фактически вынужден был выйти на такую раннюю высокооплачиваемую пенсию. Поверьте мне, провел я это время в Майами. Да, это здорово. Океан, кроссы, книги. Все хорошо. Но нет ничего интересней, когда ты что-то запланировал и что-то реализовал. Нет ничего интересней, чем когда ты взял кого-нибудь в свою команду, научил его чему-то, дал энергию, дал знания, дал мотивацию во многом. И человек раскрылся и отдал тебе энергию. Нет ничего круче, когда ты востребован как человек, у которого хотят чему-то учиться. Очень здорово, когда с твоим появлением в офисе что-то начинает происходить в процессе, чего не происходило до этого. Это точно интереснее, чем быть на пенсии. Поэтому только вперед и вверх. Евгений, мне понравился один вопрос. Вот если бы вас на необитаемый остров отправили, какую книгу вы бы с собой взяли? Вообще, какие книги вы читаете? Я много чего прочитал. Давайте о последней книге. Мне Иркин Татишев посоветовал... Иркин Татишев, да? Да. Посоветовал «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Я сейчас закончил ее читать. До этого я прочитал «Истребитель» Быкова Дмитрия. Это художественная литература, потому что я считаю, что художественная литература на самом деле развивает мышление так же, как и бизнес-литература. До этого я прочитал «Институциональную экономику» Александра Аузана. Рекомендую очень. Там как раз о транзактных издержках ведения бизнеса. Чем ниже транзактные издержки, чем лучше юнит экономика, тем лучше развивается бизнес. Я прочитал «Новая поведенческая экономика» Ричарда Таллера. Он за нее получил Нобелевскую премию. Какую книгу взял бы на необитаемый остров? Я бы взял книгу электронную, в которую закачал бы более ста книг. И уж точно там бы не скучал. Задает вопрос, что лучше, открыть свой бизнес или делать карьеру? То есть, если человек работает на госслужбе в министерстве у нас в Астане, это город чиновников, но он понимает, что там пару лет и он может вырасти. Либо ему пойти все закрыть и открыть свой бизнес. Есть еще гибридная модель. Развивать свой бизнес, параллельно работая в большой корпорации. Я сейчас не про чиновников, тут мне тяжело давать какие-либо советы. Я не специалист в этом вопросе. У меня нет никакого мнения на этот счет, как быть чиновником. Я никогда им не был. Но то, что касается предпринимателя, если он работает в большой корпорации, то это абсолютно нормально использовать те знания, которые есть у него и те, которые дают в большие корпорации. И параллельно строить свой собственный бизнес. Это нормально. Как только бизнес будет готов, нужно немедленно уходить в собственное свободное плавание и доказывать рынку, что ты состоятельный. Но есть еще какое-то время можно заниматься двумя вещами одновременно. Каким бизнесом заниматься человеку с ограниченными возможностями? Любым. Сейчас нет ограничений вообще. Сейчас непонятно, кто, где находится физически. Сейчас удаленный доступ. Мы сейчас с вами разговариваем через океан. тем не менее и мысли, интеллект непонятны ваши вопросы. Вам понятны мои ответы. Мир очень сильно поменялся. Сейчас знаете, те, кто генерирует идеи, они востребованы. Те, кто реализует, востребованы еще больше. Поэтому не важно, где человек делает и как он это делает. Сейчас важен только интеллект. Ну вот людям не хватает иногда вот этого креатива, идей. Вы говорите, генерируете. Вы там бегаете, общаетесь с семьей, друзьями. Общение такое Forbes. А вот люди есть, я знаю, таких людей, у которых нет идей. Есть деньги, но нет идей. И они открывают похожий бизнес, как у соседа. Что делать им? Хорошо. Смотрите, есть же два направления бизнеса. Первая стратегия голубого океана, когда ты изобретаешь что-то, чего не было до тебя. А вторая стратегия решения, когда ты делаешь то же самое, что делают все остальные, только лучше. Каждому нужно для себя определиться, куда он идет, потому что есть возможность, если ты изобретаешь что-то новое, 10 лет креативить и выдать что-то гениальное. А если ты занимаешься операционкой каждый день, я, например, занимаюсь операционкой каждый день, нахожу в этом удовольствие, и нахожу для этого в том числе и для творчества место. То, что касается общения, вы знаете, я вот уверен, что общаться, то есть круг общения, во-первых, всегда при любой возможности пробуй свой бизнес на вкус, насколько это возможно, то есть становись потребителем своего бизнеса и ты увидишь такие самые главные выводы, которые видит твой потребитель, во-первых, во-вторых, общение должно быть не только, если ты Forbes или Forbes, нет, с другой стороны, нужно все время помнить, что наше окружение это и есть мы сами, то есть если 5 айтишников в твоей комнате ты с ним общаешься, ты скорее всего 6 айтишник, если 10 дальнобойщиков, которые водят эти огромные грузовики, то ты 11-й скорее всего будешь дальнобойщиком, если 8 Forbes рядом, то ты 9-й скорее всего будешь Forbes, то есть, но с другой стороны нельзя, знаете, делать такую монополию на общение, мы вчера пробежали с местной диаспорой 10 километров утром, потом мы играли в пинтбол, были ребята из Украины, из России, из Беларуси, из Казахстана, из Узбекистана, у каждого там свои мысли, я много людей встречал на своем пути, и все они в чем-то были умнее меня, вы знаете, тут бывает иногда встретишь такого человека, мудрого, который в Форбсе не будет никогда, но он может тебе сказать мысль, которая может твою жизнь изменить, просто нужно внимательно относиться вот к шорохам вот этой мудрости, которая есть, ее много в окружающем мире, нужно внимательно слушать то, что тебе говорят люди, разные люди. Вопросов очень много, друзья мои, я думаю, что вы сможете все эти вопросы задать на встрече, Евгений Черняк прилетает нам в Казахстан, в Нурсултане, какого числа, по-моему, 17, да, сентября? Да. Сентября и в Алматы тоже, да? Да, в Алматы. В Алматы тоже, да? Да. Я просто насчет Нурсултана я знаю, поэтому, друзья, вы можете приобрести билеты и помимо вас будут выступать также и наши казахстанские бизнесмены. Я видела Манджан Байтасов будет, Айдин Рахимбаев, да? Да. Маргулан с Есимбаев будет? С Маргуланом у нас запланированы другие активности, но в этот форум такое большое количество спикеров, что не помещаемся все. Ну вот последний вопрос, что вам нравится в казахстанских бизнесменах? Что, вот какое-то одно качество, которое вы видите просто в каждом? По-восточному мудрые ребята. Мудрые. Вот этой, знаете, такой ментальной мудростью. Я надеюсь, вы меня поняли, о чем я говорю, но... Понимаете, вот... Остается нам от наших дедушек, бабушек, аташек, а пашек, я думаю, что это вот и воспитание, и уважение к старшим. В базовой, в базовой версии, да, вот у ваших бизнесменов, которых я узнал глухже. Вот это уже по факту есть мудрость какая-то, то ли воспитание, возможно, это какой-то генетически как-то, да, ментально. Не могу дать оценку, но разговаривая с каждым, понимаешь, что они все достигли успеха не просто так. То есть, есть некая такая мудрость, которая позволяет им, вот, наверное, характером больше, в большей степени, наверное, даже так, которая позволяет им двигаться вперед. Я очень вдохновился этой серией интервью, они вот в августе будут на канале, за 4 дня мы сняли 5 интервью, и я многому научился сам. Это будут крутые, крутые сообщения, одни из самых глубоких. Потому что на Ютубе очень много, если вы видите, казахов, и музыкантов, и грэби мы забираем, и поэтому у Дудя очень много казахов, теперь у вас наши казахи, поэтому мы только рады. Спасибо вам большое за интервью, будем ждать вас в Казахстане. Спасибо, и до встречи. Спасибо большое, было очень приятно, благодарю вас. Спасибо.